Сегодня я хочу предложить тему «Пять секретов победы на основе истории царя Иосафата». Во второй книге «Параллепоменон» мы читаем, что царь Иосафат получил плохие вести. Моавитяне и Аммонитяне собрались вместе против Иудеи и привели еще другие племена. Огромная армия приходит и собирается все уничтожить. По человеческим оценкам, она выглядела непобедимой. Царь Иосафат упал на колени и взыскал Бога. Он плакал перед Богом и умолял о помощи. И тогда один из левитов встал и сказал ему «Не бойтесь и не ужасайтесь, потому что Господь будет с вами». И там мы знаем, враги и иудеи встали сражаться друг с другом и сами уничтожили себя. Бог даровал Иосафату и Божьему народу необычайную победу. Итак, какие уроки мы можем извлечь из этой древней истории? Давайте прочитаем первый стих 20 главы второй книги Паралепоменон. «После сего моавитяне и аммонитяне, а с ними некоторые из страны Моанитской, пошли войною на Иосафата». Первый совет. «Забудьте свои прошлые неудачи, чтобы одержать победу в будущем». Эта история начинается с фразы «После сего». А что было с Асафатом раньше? Он заключил завет с Ахавом, языческим царем Израиля, и Бог через пророка обличил его. Когда мы пытаемся решать проблемы по человеческому разумению, мы вступаем в союз с людьми или идем на поводу обстоятельств, которые противоречат воле Божьей. И этим мы еще больше усугубляем наши проблемы. Все мы совершаем ошибки и принимаем неверные решения. Но когда мы встаем перед новыми вызовами, пусть память о прошлых неудачах не лишает нас веры в победу. Да, нам, конечно же, нужно обдумать допущенные ошибки и сделать выводы. Но не живи, основываясь на поражении. Совет номер два. Признай свою неспособность. Посмотри, что сделал и Асафат, когда до него дошла весть о приближении врагов. Он обратился к Богу с молитвой, записанной в 12 стихе. «Боже наш, ты суди их, ибо нет в нас силы против множества сего великого, пришедшего на нас, и мы не знаем, что делать, но к тебе очи наши». Если ты хочешь одержать победу, первое, что тебе нужно, это осознать свою слабость. Ты можешь быть сильным, у тебя могут быть деньги, влияние, но ты не знаешь, что тебя ждет впереди. Признай свою ограниченность для того, чтобы поднять глаза и увидеть, что у тебя есть великий, всемогущий Бог. Посмотри, что говорит Иосафат. У нас нет силы противостоять этой огромной армии. Огромной армии он противопоставляет великого Бога. Перед тобой могут быть горы трудностей, множество проблем, но ты не бойся. Доверься Богу. Позволь ему решить то, с чем ты сам справиться не в состоянии. Совет номер три. Ищи Бога. В третьем стихе мы читаем. «И убоялся Иосафат, и обратил лицо свое взыскать Господа, и объявил пост по всей Иудее». И далее слова его молитвы в шестом стихе. «И сказал, Господи, Божи отцов наших, не ты ли Бог на небе? И ты владычествуешь над всеми царствами народов, и в твоей руке сила и крепость, и никто не устоит против тебя. Не делай шага вперед, не признав, что твой Бог – это Бог, в руке которого сила и крепость. Он давал воду и скалы в пустыне. Мир, в котором мы живем, полон экономических и социальных проблем. Они могут быть подобны непробиваемой стене. Но из этой стены Бог может произвести воду жизни. Если тебе нечего будет есть, Он может даровать манну. Если ты окажешься на краю гибели, ужаленной ядовитыми змеями, у Него есть спасение. Подними глаза. Посмотри на крест, откуда приходит твоя помощь. Встречай вызовы этой жизни с уверенностью, что твой Бог заботится о тебе. Твоя жизнь в руках Бога подобна тому, как если бы ты держал в своих руках маленькую птичку. Совет четвертый. Положись на Бога и доверяй ему. Послушайте, что сказал Бог Иосафату через Иазиила, сына Захарии. Слушайте все иудеи и жители Иерусалима и царь Иосафат. Так говорит Господь к вам. Не бойтесь и не ужасайтесь множества сего великого. Ибо не ваша война, а Божия. Это слова, которые проникают в самое сердце. Не бойся того, что в твою жизнь придут испытания. Мир может отнять у тебя многое, но пусть это не лишит тебя надежды и упования. Доверься Богу, и ты увидишь, как действует Его рука. И, наконец, пятый совет. Внеси свой вклад. Положиться на Бога не значит бездействовать. Действуй, даже если ты осознаешь свою слабость, свою немощь и неспособность. Посмотри, что написано в шестнадцатом стихе. Завтра выступите против них. Здесь есть человеческая часть в деле Божьем. Ты должен выступить против врага. И далее в семнадцатом стихе. Не вам сражаться на сей раз. Выстаньте, стойте и смотрите на спасение Господне, посылаемое вам. Иуда и Иерусалим. Не бойтесь и не ужасайтесь. Завтра выступите навстречу им, и Господь будет с вами. Завтра выступите против них. Выйди и ищи работу, которую так долго не можешь найти. Спланируй план выплаты долгов, которые висят на тебе. Найди больницу, в которую ты обратишься со своей болезнью, веря, что будет действовать не только врач, но и Бог, который будет использовать врачей как инструмент, чтобы дать тебе исцеление. Ты сталкиваешься с трудностями. Стучишься в двери, пишешь письма, ищешь решения. После того, как ты возовешь к Богу, ничего не произойдет само по себе. Встань с колен и начни действовать. Когда Иисус воскрешал Лазаря, Он повелел людям отвалить камень, потому что это именно то, что должны были сделать люди. Человек не может кого-либо воскресить, но он должен отвалить камень. Когда Иисус превратил воду в вино, Он сказал, чтобы люди наполнили сосуды водой. Человек должен выполнить свою часть, если есть желание увидеть действия силы Божьей в своей жизни. Итак, это пять шагов, которые способны принести победу в твою жизнь. Прежде всего, не позволяй прошлому лишить тебя победы в будущем. Извлеки уроки из прошлого, но пусть не оно, а твоя вера определит твой дальнейший путь. Во-вторых, признай свою ограниченность и зависимость от Бога. В-третьих, подними глаза к всемогущему Богу, способному провести через море, закрыть пастель вам и творить чудеса в твоей жизни. В-четвертых, положись на Бога, доверься Его воле. Те небольшие возможности, что у тебя есть, посвяти Богу и попроси, чтобы Бог делал с ними чудеса. И в-пятых, сделай свою часть. Действуй, трудись, сражайся, плачь, но внеси свой вклад, без которого Божий план не может быть реализован. Нас ждут испытания. Не унывайте, и давайте позволим Богу действовать в нашей жизни. Субтитры создавал DimaTorzok